Новые уютные помещения, никаких очередей. Купить билеты можно быстро и с комфортом. Ивановский автовокзал теперь один из самых современных в ЦФО. В начале этого месяца здесь появилась дополнительная опция. В регионе заработал новый автоматизированный комплекс по продажам билетов на автобусы. Данная программа разработана для того, чтобы пассажиры быстро, в короткие сроки приобрели билет. Что для этого нужно сделать? Допустим, мы хотим приобрести билет до Владимира. Мы вводим направление. Владимир. Выбираем нужное нам время. Допустим, в 16.30 сегодня. Выбираем количество нужных нам билетов, допустим, два, и количество багажных мест, допустим, тоже два. Начинаем оформлять билет. Для того, чтобы оформить билет на Владимир, так как это межобластный рейс, обязательно необходим документ, удостоверяющий личность. Как правило, это паспорт. Пассажир дает паспорт. Мы заводим данные. Фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, дата рождения и место рождения. После этого мы продаем билет. Все для пассажиров. Приобрести билет можно на любое направление, даже в Крым или в Минск. Все 18 автостанций, расположенных в регионе, завязаны в единую сеть. Например, находясь в Вичуге, можно купить билет Иваново-Родники. Раньше для этого необходимо было ехать в областной центр, тратить время и деньги. Также недавно заработала еще одна новая услуга. Сейчас набирается обороты наша новая услуга, дополнительная, забронированных билетов по телефону. Люди, особенно в дни повышенного пассажира потока, не выходя с работы, с дома, с места учебы, могут по телефону позвонив, забронировать билет на любое отправление с Ивановского автовокзала и прийти уже непосредственно к отправлению автобуса. Билет можно купить через сайт автовокзала, не вставая с дивана. Для этого нужно зарегистрироваться на портале. Вся процедура занимает несколько минут. Но позаботиться о покупке все же нужно заранее. Должно пройти неопределенное количество времени. Заранее нужно приобретать билет минимум хотя бы за 4 часа, так как продажа происходит либо через безналичный расчет, либо наличный расчет. Для того, чтобы продажа прошла, лучше часов за 5-6 приобретать билет через интернет. В феврале успешно внедрен и запущен проект продажи билетов по так называемому мультимодальному сообщению. Он позволит людям максимально быстро добраться до Москвы различными видами транспорта – автобусом и электричкой от Владимирского вокзала. Они едут автобусом до города Владимир и пересаживаются там на электричку, стриж или ласточку до города Москвы, что значительно экономит их время в пути. Для этого мы максимально синхронизировали свои отправления по маршруту Иваново-Владимир. У нас сейчас добавили в расписание, у нас их сейчас более 25 отправлений ежедневно. На каждом рейсе выделили по 5 мест для таких пассажиров. Ежедневный пассажиропоток на Ивановском автовокзале – 6 тысяч человек. Отправляется 450 рейсов. В течение дня работают 8 касс, одна – круглосуточная. У меня здесь живет мама, поэтому мы регулярно ездим сюда. И несколько лет назад сюда также ездили. Конечно, очень большая разница. Именно сам автовокзал стал гораздо лучше, кассы стали гораздо удобнее. Очень нравится, как сделан перрон, и сами маршрутки, автобусы микро нам очень нравятся, комфортно. Поэтому, в принципе, те улучшения, которые есть за последние годы, нас очень вдохновляют. В планах на год текущий компьютеризировать оставшиеся станции в отдаленных районах региона и продолжать работу по усовершенствованию систем автовокзала. Сотрудники предприятия участвуют в разработке и тестировании терминалов продажи билетов. Они надеются, что скоро такие аппараты, которые выглядят как терминалы мобильных операторов и существенно упрощают жизнь людей, появятся в общественных местах города – в магазинах, объектах соцсферы, студенческих общежитиях. Также в планах использовать для заказа билетов мобильное приложение. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.